ребят всем привет с вами оля кто еще не знает сегодня у нас очередное парфюмерное видео да да как вы любите сегодня я с вами хочу поговорить про такую нишевую марку как la parfumerie general у меня есть пробники у меня есть полноценный флакон и хочу с вами поделиться своими эмоциями так как есть что сказать я очень тепло отношусь к данной парфюмерной марки мне много чего нравится много что нравится моему мужу что-то хочется уже в полноценном флаконе но просто уже парфюмерная полка трещит по швам и надо как-то себя маленько взять в руки поэтому пока мы только добавляем в список желаний интересно пожалуйста оставайтесь сейчас все вам покажу и расскажу первый от ливанта который мне попадается это козы где все правильно говорю это один из тех ароматов который нам очень-очень запал душу но именно как мужской именно как мужской то есть в пользу моего мужа но мне он тоже очень нравится но скорее всего на женщине он будет чересчур яркий чересчур такой брутальный этот аромат у нас про пачули но пачули такие знаете они какие-то в перемешку с горячими амбровыми нотами то есть это не в коем случае не подвальные не землистые пачули а очень сладкие очень яркие мне вот этот аромат чему-то как и многие ароматы от ля парфюмери женераль кажутся какими-то такими горячими как даже я не знаю сказать обжигающими не знаю какая нота дает такое ощущение вот и здесь тоже самое что-то такое перченые при перченые здесь чувствуется то есть такое ощущение что вы на него на не когда нанесете этот аромат на себя просто есть такая вероятность обжечься когда мы в первый раз попробовали да нам очень понравилось первое первые эмоции когда его наносишь на себя это взрыв какой-то яркий острый красный перец обжигающий кофе вот эти вот яркие такие пачулистые нотки смолениста амбровые по-мужски по-брутальному звучит я бы наверное на себе не рискнул его все-таки надеть на себя но вот на мужчине он сидит просто великолепно здесь заявлены какая нотка конопли но вот я к сожалению как-то вот не знаю как она пахнет я могу только догадываться потому что какая-то травянистая такая как даже я не знаю какая-то пряная горькая нотка здесь есть скорее всего возможно это она в базе становится таким сухо деревья древесным сухое дерево вся вот это вот обжигающие яркость стихает и становится вполне себе спокойным ароматом вот я скорее всего посоветовала бы его мужчине и на осень зиму наверное летом это будет слишком ярко слишком жарко как бы вам самим в этом жарком аромате бы не вспотеть следующий от ливант это у нас блюдо розы я уже про этот аромат рассказывала в своем видео про розовые ароматы про ароматы с нотой розы я вам оставлю ссылочку обязательно посмотрите потому что я достаточно подробно рассказывал про него в двух словах для меня это варенье для меня это опять же что-то такое обжигающие что-то сладкое возможно варится на кухне петушки и яркая нота розы все опять же такое обжигающие опять же такое горячее яркая нота малины либо не знаю какой-то ягоды то есть это ягодного варево варенье жаркое вот обязательно если кто заинтересовался пройдите по ссылочке посмотрите не буду углубляться давайте пойдем дальше следующий аромат который очень нам пришелся ко двору мы его рассматривали как мужской но я считаю то что в принципе и девушки можно носить этот аромат это у нас цедр кедр когда я его нюхаю первые ассоциации которые приходят мне в голову это только что вынули из деревенской печи белый хлеб здесь вот он такой вот горячий опять же с такой с корочкой внутри он очень мягкий вот этот вот аромат просто дурманящий белого хлеба вот он вот в этой вот пробирочки вас встречает благодаря этому аромат такой спокойный умиротворяющий то здесь нет таких вот ярких каких-то горячих специевых брутальных нот нет он нормальный вполне себе подойдет как и для мужчины так и для женщины что-то вот почему он больше для нас в мужскую сторону здесь чувствуется но ветивера эта нота для меня сразу показатель того что аромат у нас мужской но здесь он так далеко как-то и очень гармонично запрятан во всю композицию что если не напрягаться и не вдыхать обеими ноздрями аромат то вы его и не расчуете не расчухаете он запрятан где-то то ли за шоколадными какими-то нотами то ли за ванильными с удовольствием носила его и на себе то есть это нас белый хлеб это у нас что-то опять такое домашнее теплое для меня почему-то зимнее осенье такую спокойно умиротворяю кедра здесь такой дымно-смоленисто древесной что-то яд на и носу приятное воображение вообще приятный аромат во всех смыслах этого слова так следующий аромат у нас бодеку что-то типа такого да вот он меня заинтересовал как-то меньше всего что-то вот в нем не совсем меня зацепило хотя сам по себе аромат очень интересный для меня он какой-то слишком прохладный слишком даже я бы сказала деколонисты что ли здесь заявлены ноты амареты либо миндаля вот они здесь есть но они вообще без какой-либо сладости то есть аромат вроде в такой вот алкоголь на миндальную сторону до нас отсылает но чуть-чуть я бы ему добавила чего-то послаще то есть слишком он для меня какой-то безликий что ли чуть-чуть усаживается на коже такое создается ощущение как будто вы находитесь деревенской бани то есть это вот разгоряченное дерево смолы здесь вот для меня не хватает сладковатых каких-то нот в базе проступает когда чуть-чуть аромат раскрывается садится на кожу древес на 5 вот эта хлебная нотка что конечно приятно носу но сам смысл всего это ароматы все всего этого аромата такой вот одеколониста прохладный такой мужской вариант поэтому как-то не очень нам понравился следующий это у нас до си тирт сердце вода от сердце я надеюсь я правильно произношу аромат из серии гуччи раш очень 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 он не напоминает гуччи раш и в одной же серии с ним это клайв кристиан x pure по моему я вам оставлю ссылочку на то видео где я говорю про ароматы клоны где я сравниваю и вот этот вот к ним 3 идет на мой нос это вот один в один гуччи раш читая на программе теке отзывы кто-то говорит вообще сильно не похож кто-то говорит один в один мне все равно кажется то что вот флаконы отличаются сами по себе бывают какие-то старые версии бывают новые возможные формула как тот меняется да какие-то более похожие какие-то менее у меня вот в этой пробирочке очень похож на гуччи раш если кто не знает то это у нас персики это аромат вокруг персиков персики мне представляются не такие вот сильно переспелые а плотные в такой в тугой кожуре но уже сильно созревшие и сильно сильно истончающие вот этот аромат персиковый очень я люблю гуччи раш и это тоже мне аромат понравился но если выбирать из них какой-то один я наверное выберу все-таки гуччи потому что он более доступен а сильно разницы я в них не заметил не знаю поправьте меня если я ошибаюсь возможно этот аромат более интересен в чем-то приятный приятный аромат кто-то называет его компотом я назову его да он компотный для меня это компот не вот таком не в эскадовском понятии под такой вот густой наваристый насыщенный из каких-то скорее даже сухофруктов возможно это компот из кураги из изюма чернослива то есть при всей своей вот такой вот с первого взгляда несерьезности на самом деле аромат очень интересные очень шлейфовый очень комплементарный даже вскакал от меня обожаю гуччи раш понравилась вода цирцея и все направления вот эти вот персиковые очень мне по душе да следующий аромат у меня вот ливанте это лаунджи с профанс номер 19 у меня вот уже такой половине на четвертине на я скорее всего буду либо повторять либо брать флакон потому что для меня это самая идеальная лилия это та лилия которую я искала в ароматах это такая красавица лилия от которой просто я не знаю мурахи бегают у меня когда его отдыхаешь из флакона и если не читать вообще про что этот аромат то это либо вот да вот это вот лилия либо ярко какая-то тубероза кремовая то есть это белые цветы очень такие яркие истончающий яркий аромат но не такой плотный густой а при всей своей вот этой яркости он какой-то такой прозрачный то есть вроде это мед медовые такие цветы но на грани нектарности это настолько приятно носу это настолько приятно носить вот как я уже говорила для меня это идеально белоцветочный для меня это идеальный лилейный аромат когда его на себя наносишь вокруг себя вот создает вокруг создается шлейф который чувствуешь на себе целый день и при всем этом он ни капельки не надоедает то есть он настолько вот изменчив то вам лилия то вам что-то такое не ролево апельсиновое да кстати не роли здесь вот чувствуется они такие терпковато горьковато и в купе вот слили они создают такое оригинальный цветочный букет возможно из-за этого он не такой сильно придушающий удушающий и здесь я не чувствую никаких вот ванильных нот здесь вот вся сладость именно цветочно-нектарная в базе становится более таким древесным даже я бы сказала чуть смоленистым таким достаточно серьезным вдыхает аромат и сразу понимаю что что это вот не простачок вдыхая с крышечки я просто представляю вот лилия либо какие-то апельсиновые цветы либо вот тот же самый не роли не роли это нас горький апельсин да и вот такое ощущение что прям вот сочится нектар вот из этих всех лепестков и тыс тычинок то есть и и из-за этого бутона никаких никакой пыльцы никакой пыльности все такое просто вот нектарные сладко-нектарные очень люблю уважаю и обожаю нашу его почему-то именно хочется летом но наверное так как лилии у нас это летний цветок все цветы у нас летний белый цветочный аромат а мне хочется носить именно летом апогей моего рассказа это моя любовь это моя любовь и ненависть это аромат который мне иногда даже бывает стыдно носить в люди настолько он найти как какой-то запретный плод что ли я не знаю это у нас отравленная кожа не думайте то что я столько его поносила я его купила уже не полный и насколько я его люблю настолько я его редко ношу во первых что я хочу сказать то что этот аромат у меня аромат ассоциаций мне очень трудно объяснить чем он пахнет потому что для меня он пахнет именно ситуацией не какими-то компонентами а когда его вдыхаю мне в голову приход почему-то картина когда мы вдыхаем этот аромат первое что мы чувствуем это много фруктов много каких-то да именно фруктов не ягод они прям уже вот какие-то практически переспелые возможно уже отдающий сок возможно уже превращающиеся во что-то перебродившие возможно даже уже в вино да и естественно чувствуется кожа то есть вот это вот сочетание она какой-то прям уже запретное то есть это кожа и политые каким-то соком либо перебродившим вареньем есть возможно ананас возможно виноград кокос ну я прочитал да есть кокос здесь он чувствуется то есть вот эти тропические фрукты уже вот так вот все перебродила все это дело и получилось такое запретное зелье как во многих ароматах парфюмере я чувствую вот эту вот хлебно-дымную какую-то ноту который меня просто с ума сводит я ее обожаю когда я вдыхаю этот аромат вот вам совсем немного лет вы идете на дискотеку вдвоем вы садитесь на кожаный диван а в помещение вот как-то пахнет так вот маленько прокурено маленько вот тут алкоголь пьют и все такое запретное и все такое родители не должны знать и никто вообще не должен знать что вы сидите рядом вдвоем и у вас вот такие вот первая влюбленность возможно возможно первые какие-то вот такие эмоции между мужчиной и женщиной возникают да и почему-то мне вот пахнет вот этот вот этим вот отравленной кожи это запретное что-то что не совсем для всех открыто поэтому аромат этот носить мне иногда даже но не то что стыдно как-то я не знаю куда мне его надеть потому что эмоции такие вот чуть-чуть пошловатое что ли не знаю как это объяснить то есть это вот дискотека какая-то это вот прокуренное помещение это дым сигарет это бокал вина не знаю что-то трудно мне про него говорить но я думаю вы кто имеет от этот аромат вы поймете о чем я кто не имеет я советую вам попробовать но обязательно как бы нужен за тест потому что очень аромат специфический ничего не встречала сильно похожего но вот для меня вот этот аромат козы и цедры они где-то вот чуть-чуть перекликаются вот этой вот хлебно-дымные ноты которые я просто обожаю вот в этой вот парфюмерии general я только и по-моему в розе тоже эта нота есть так что кто не пробовал обязательно попробуйте познакомьтесь с этой маркой очень достойно и я в свою очередь продолжу с ней знакомиться напишите мне какие у вас ароматы любимчики что вы любите носить я обязательно прислушиваюсь к вашему мнению да ко мне пришел григорий говорит мама закругляйся поэтому я вам всем говорю пока до новых встреч